И мне от этого ни холодно, ни жарко. А, вот он. Поговорим с ним. Снова сейчас быстренько продадим ему всё. Так, это в одежде у нас. Кожаные наручи. Скидываем. И так, может быть ламеллярные наручи, если налохими, мы тоже продадим. Особо-то они мне не нужны. Из оружия, по-моему, только железный кинжал у нас. Ну всё, наверное. До свидания. 34377. Плюс ещё много чего у нас спрятано. В сундуке. Блин, 298, чёрт подери. Чё так много-то? Так, книги. Надо куда-то на рынок. Ну, я думаю, что в Рифтон можно рвануть. Но после, наверное, того... Или до того стоит... Девчонки, которые нужны хорошие оружия. По квесту. Я вам сейчас напомню. Это квест где-то здесь располагается. Да, мы должны будем отправиться с Барбосом к светилищу Клавикуса Вайла. Ну, тогда заглянем сейчас в Рифтон. Мы сейчас вернёмся к Шадру. Отправимся в конюшни. Совершим быстрое перемещение. Там тоже есть торговцы. Мне нравится, что они достаточно компактно расположены. Там как минимум два их. Которым тоже можно разнообразные предметы продавать. То есть не всякие там зелия и ингредиенты. Да, исключительные их. А вот перечень товаров у них намного шире. Которые они принимают к покупке и продаже, соответственно. Ну что, Шадр, здравствуй. Ну, как дела с Сапфир? Ты больше ничего не должен, Сапфир. Во имя Восьмерых. Тебе действительно удалось её уговорить. Даже не знаю, что и сказать. Я и не думал, что кому-то в Рифтоне есть дело до меня. Вот, возьми. Думал, пригодится, если Сапфир придёт по мою душу. Но теперь мне это точно не понадобится. Зелье средней невидимости. Йоколоменет. Что такое ещё? Надо посмотреть. Зелье С. Средняя невидимость. Невидимость на 40 секунд. Причём оно, ну, смотрите, достаточно дорого стоит. До встречи. Считайте, 100 золота мы заработали с вами. Так, ну что, теперь в Рифтон. В сам Рифтон отправимся. Забежим на эту торговую площадь. И попробуем выполнить квест Броннольфа. Сложно выговаривать моё имя, конечно, но ничего не поделаешь. Так, и время-то уже позднее, кстати. Видите, темень. Никого из торговцев здесь уже нет. Поэтому придётся нам, наверное, подождать 10 часов вечера. Но думаю, как минимум 12 нам придётся здесь постоять. Ну ничего, отдохнём. У нас Мидас. Четвёртое заката солнца. Вы посмотрите, всё равно никого нет. Ну что же. Ну, я думаю, что просто нужно сейчас ещё часик подождать, и они все вернутся на свои места. Так. Грелха. Бьящ. Давайте посмотрим, что ей можно закинуть. Так. Разное. Ну, пожалуй, знаете, что сделаем? Сейчас вот в самый низ. Сюда прокрутим. Так, обычный. Это разное. Через надо, через все предметы это делать. Там вот серебряные... Серебряные изделия. Точнее, изделия из серебра. Прошу прощения. Вот. Они у нас тут зачарованы. Поэтому без тени, сожалению, их реализуем. Так. Так, гранат, гранат, рубин. А вот это, смотрите, уже идут незачарованные предметы. Вполне обычные. Сильное зелье лечения с надобью купца. Цены становятся на 20% выгоднее. Но не совсем хочется его тратить, честно говоря. Тем более, его просто можно продать. Ну, не знаю, будет ли это действительно выгоднее. Навряд ли. Навряд ли, конечно, выгоднее его использовать. Вот. Но не забываем также о том, что его действительно можно реализовать. И отсюда же уже какую-то выгоду мы с вами получаем. Так. 170. Что еще можно? Что еще можно скинуть ей? Нет. Кольцо на мира я ни в коем случае не отдам. Не буду продавать. Так. Жерель иммунитета к болезням. Так. Сапоги старых богов. Скрытность повышается. Серебряное жерелье. Так. Вот. Талморское одеяние. Почему нет? Здесь еще есть Талморское одеяние с капюшоном. Кстати, смотрите, как недешево они покупают. Поэтому я сейчас найду еще одного какого-нибудь продавца здесь, покупателя. И реализую. Давайте смотри здесь. Что на продажу для золотой? Так. Секси. Так. Талморское одеяние. Не хочет он особо принимать Талморское одеяние. Поэтому, в принципе, это, наверное... Ну, наверное, и не будем с ним тогда сейчас торговать. Золотое жерелье с бриллиантом. Он что, охренел, что ли? Это ж вообще не стыдание совести. Сейчас мы... Так. А со всеми ли мы поговорим? А, вот еще с броншеем нужно побеседовать по поводу торговли. Поэтому давайте сейчас тоже посмотрим. Так. Это у нас одежда. Да? Талморское одеяние. Ну вот, с капюшоном. 190... А у него 192 стоит. Обратите внимание. 5 штук. Так. Ну что, продадим ему? Или черное одеяние мага скинем? Давайте черное одеяние мага. А что еще можно у него взять? А у него что можно взять? Великий камень душ. Но они заполнены. Тоже заполнены. Просто большой пустой возьмем один. Так. Маленький камень душ. Заполненный не нужен. Ну зачем мне заполненные, действительно? Так. 316. Ну, значит, тогда еще сейчас из одежды еще одно Талморское одеяние с капюшоном мы продадим. Ну вот пока, наверное, хватит. 35 749 золотых монет. Я думаю, очень неплохо. Осторожнее на дороге. А бронь, Ольф. Никогда не видел мьел такой. Давай приступим, золотой. Погоди, пока я их не отвлеку. А потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Так. Украсть кольцом от Дейзи, да? Быстро сохраняемся. Попробуй как-нибудь. Сейчас они должны все... Так. Адепт. Надеюсь, меня никто не запалит. Ай, сломал отмычку. Пипец. Ладно, сейчас будем поаккуратнее немножко работать. Во, тут вроде открывается. Хотя немножечко тоже нужно... Подобрать правильный... Правильный момент, чтобы открыть. Отлично. Сейчас меня увидят. Нет, не увидели, глядите-ка. Так. Вот сейчас меня заметили. Сейчас должны отвернуться, наверное. Я смогу совершить очередную кражу. Так. На новичке. Главное не сломать отмычку. Отлично. Все намного проще. Золото, рубин, золотое кольцо с бриллиантом и серебряное кольцо Мадези. Отлично. Подкинуть кольцо Мадези. А как я его подкину, если их тут дофига? Может быть тогда зелье какого-нибудь карманника? Сейчас посмотрим. Зелье карманника. Да. Карманные кражи облегчаются на 20% в течение 60 секунд. Надо посмотреть еще. Может быть посильнее у нас есть. Так. Зачарователя. Маги, лечение, колдуна, легких ног, купца. Ладно. Попробуем сейчас зелье карманника после того, как быстро сохранимся. Потому что момент ответственный, сами понимаете. Так. А здесь я вообще предлагаю сохранить игру. Она оказалась смесью. Ну что, микстуру сейчас выпьем эту. Так. Зелье карманника. Давайте-ка. Отворачивайтесь. Отлично. Так. И теперь серебряное кольцо Мадези. Если я не ошибаюсь, именно так оно называется. Поэтому на букву S ищем. Ключей просто дохренища. Их надо куда-то скинуть, а то, что они мне очень мешают. Так. Серебряное кольцо на букву S. Так. Давайте. Вот оно, серебряное кольцо Мадези. Попробуем дать. Дали. И никто нас не заметил. Представляете, как круто. Ну вот отлично, мы справились с заданием. Поговорим с ним. Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. А это тебе плата. Как я и обещал. С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. Золото, сто. Ну, спасибо. Очень гигантская действительно сумма. А что такое-то с делами? Мою организацию преследуют неудачи. Ну, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана, и сделана на отлично. Но можно заработать еще больше. Если, конечно, не побоишься. Так. Денежки это хорошо, но я даже не знаю. Смотри. Объясняю по-простому. Наша группа обретается в крысиной норе по дрифтенам. Есть там кабак. Называется буйная фляга. Когда решишься, найди меня там, и мы поговорим о твоем будущем. Ну, ладно. Так и сделаем. Случайная встреча. Начата надежная крыша. Найти...